всем привет доброго всем дня этот немножко экспериментирую как всегда экспериментирую с насадочками естественно всем понятно что такое вытащить надо обращаться к токаре такие разные насадочки они разного диаметра разные у них сферы вот какие-то маленькие какие-то большие но речь идет не об этом чтоб вытащить какой-то шар или какую-то плоскость естественно что надо идти токарю заказывать но как мы понимаем современном паспорт мире в современных реалиях токарь это большой важный человек с которым договариваться приходится делать самому как мы видим меня мой токарный станок тут и бьет лица по-хорошему на работать на таком вообще нельзя но я вот опять же вот такие вещи все точу почему я это делаю сам во первых чтоб никуда не ездить во вторых для того чтобы я не знаю допустим вот это все эксперименты такая форма там допустим или вот такая форма мне нужно все это эксперименты опять же платить за эксперименты кучу денег и ездить через весь город по десять раз неинтересно как быть если надо вытащить какую-то сферу или какой-то шар у токаря все просто если у него все есть у него есть шара . и он шар вытащит любой тебе или любой овал но опять же поскольку я не знаю какой он нужен и какой как работает такого диаметра какая сфера поэтому я экспериментирую но опять же второй момент такой что я все что делаю стараюсь делать чтобы это было дешево и сердито как говорили в одном из фильмов это же не эстетично то дешево и дешево и практично поэтому поэтому есть выход даже вот на таком вот станочки кругом запускаю их в противофазу ну то есть болгарка крутится сюда дрель отсюда и поэтому вот такой у нее вид непрезентабельный естественно когда мы точим это все приблизительная форма и все-таки как же выточить какую-то сферу или шар в данном случае я использую мягкие материалы руками напильником болгаркой там надфилем шкуркой и прочим обработать а такие вещи как допустим твердосплавные какие-то стали и прочее естественно мне и моему токарному станочку не по зубам и тем не менее вот металл он мягенький обрабатывается легко также все таки выточить какую-то сферу или какой-то шарик есть у меня вот такой волшебный инструмент целый набор хочешь выпуклости хочешь пуклости в данном случае вот эта часть здесь разные диаметры начинаем вот от такого до такого тут размеры на них стоят вот это вот семерочка видно или нет да видно семерочка вот здесь 25 наборчик называется номер там не подарили ребята которые когда-то занимались токаркой сейчас это им не нужно здесь такой твердый твердый каленый материал мы попробуем что-нибудь вытащить я выбираю что-нибудь просто мне интересно здесь вот как мы видим вот этот подходит мы допустим хотим вытащить вот так еще раз хочу оговориться материал должен быть не твердым поскольку все тут убьют и колотится и можно даже озаглавить так когда надо но нечем вот когда надо но нечем вот такой способ пригоден естественно не забываем нам нужны очки и наш токарный станок я сейчас покажу как это обрабатывается для наглядности немножко кто получает я сейчас чуть увеличение больше поставил мы видим куда бедно но каким-то небольшим зазор люфт тут сумасшедший нужную сферу я вытащил дальше обрабатываем все как и раньше все легко и просто если надо погрубее берем шкурку вот 80 здесь сейчас приточен поехать вот уже наша заготовочка повеселела откладываем в сторону следующий вариант шкурка по 150 понижаем риску шкурка 240 вот такая заготовочка получается дальше мы берем шкурочку 320 ну и так далее понижаем риску вот это убитая шкурка уже непригодная я просто для примера покажу вот так легко и просто кому надо можно еще полирнуть там какой-то пастой здесь вот недоделка для примера я показываю все это делается сейчас посмотрим что получилось ну и в итоге вывод вот я сделал 5 насадочек потратил в общем-то немножко времени выглядят они я бы сказал даже презентабельно но опять же это не на выставку это на пробу разные у них сферы разные диаметры уже нужно что-то говорится этими насадочками делать работать принципе все аккуратно нормально а теперь вопрос другой сейчас поехал токарю привези материал ему некогда то еще чего-то но я опускаю подробности интимные все мы знаем и понимаем как это легко и просто делается надо бегать звонить волноваться они так сделали то еще чего-то вот и в итоге что вариант 2 можно заказать купить я не говорю за импортные насадки которые там одна вот такая может около двух тысяч стоит второй момент резьба может там быть не метрическая как я пользуюсь а дюймовая и цена да вот надо ждать а тут захотел взял надо такую надо такую 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 какую какую тебе надо сделал поработал конце концов не понравилось взял ее в мусорник опустил или переточил что-то другое сделал что касается наших тоже сколько я не смотрел по магазинам дешевле там 600 700 рублей просто нету то они наборами продаются надо она тебе не надо неизвестно я вот и экспериментирую и вот такими вещами занимаюсь мне это интересно чем больше у вас таких и других всяческих приспособ тем быстрее и качественнее вы можете выполнить какую-то работу делали не понравилось можно и передачить переделать какие-то твердосплавные столюки этим не обработать как вы видели все это дрель зажатая в тиски и все это держится на весу на руках и тем не менее мы видим результат я думаю что это многим пригодится кто любит экспериментировать или что-то делать какие-то поделки всем хорошего дня всем успехов пока пока до новых встреч